Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники и все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Кинина и программа «Нетипичная дача». Друзья, сегодня впервые я приглашаю вас к себе домой, и это моя нетипичная дача. Сегодня я хочу сделать вам небольшую обзорную экскурсию и рассказать фронт работ, который я запланировала на этот сезон. Возможно, сейчас наши съемки не будут выглядеть гламурными, постановочными, но этим они и привлекательны. Я начинаю с нуля делать все на этом участке. 12 лет я обустраивала свой первый дом. Я делала красивый ландшафтный дизайн, конечно, выращивала шикарные урожаи, у меня был красивый пруд с карпами кои. Но в прошлом году со своим супругом я развелась и теперь купила этот участок. Он абсолютно пустой, и здесь начинается все сначала. Этот участок я приобрела прошлой осенью, сейчас весной начинается все самое интересное. За зиму я сделала проект ландшафтного дизайна и проект дома своей мечты. Именно сейчас мы приступим к фундаменту. А дача потому и нетипичная. Мы в одной программе соединим с вами такие интересные темы, как стройка, ландшафтный дизайн и, конечно, наш любимый огород. С него, кстати, в этом сезоне я и начну. Друзья, давайте я вам покажу, что сделано на участке на данный момент. Обратите внимание, что за моей спиной есть забор. И забор этот из профлиста. Поначалу я очень была рада этому забору, потому что считала, что сэкономлю денег на то, чтобы закрыть свой участок. Но, побыв тут один месяц, второй месяц, я понимаю, что он меня начинает раздражать. Профлист это не тот материал, который я себе представляю на идеальном заборе. И так пришла идея сделать новый. Конечно, профлист мне обязательно пригодится, но новый забор уже потихоньку появляется. Дело в том, что не все стороны моего участка были закрыты. И сторона между мной и соседом была раздельна обычной сеткой и рабицей. Сейчас мой забор находится на этапе строительства. Здесь еще будут обязательно декоративные столбики, которые закроют все крепления. И будут плавные переходы. Сверху забора обязательно будет крышечка. И внизу мы тоже все аккуратненько выровняем. Но даже в таком состоянии забор мне очень нравится. Я специально обошла забор, чтобы показать вам его с обратной стороны. Дело в том, что мой забор на металлических столбах. Металлические столбы все забетонированы. И уже к ним крепится дерево. Мы использовали сухую калиброванную доску сосны. Я очень долго подбирала цвет. Все мои подписчики во всех социальных сетях очень долго ждали, когда будет мой тот самый идеальный черный. Ну вот загорелась я идеей, что у меня будет обязательно черный забор. С этой стороны забор выкрашен в один слой. С моей лицевой стороны выкрашен в два слоя. Конечно, он не идеальный черный. Этот цвет скорее графит. Но он мне очень понравился. Это будет идеальный фон для моих ландшафтных дизайнов. Столбы для забора у меня металлические. 60 на 60 миллиметров. Высота этих столбов достигает где-то 3 метра, где-то 2,5 и в некоторых местах даже 2. Дело в том, что мой участок с перепадом высот, поэтому с высотой пришлось немного поиграть. Ширина доски 15 сантиметров, толщина 2 сантиметра. Мы крепили ее внахлёст примерно в 2 сантиметра. Пойдемте, я покажу, как это выглядит с обратной стороны. Обратите внимание, вот он тот самый нахлёст. Примерно 2 сантиметра. Вот тут в щели можно видеть. Крепили мы дерево к металлу кровельными саморезами. И, конечно, всю эту красоту мы обязательно закроем. Закрывать мы будем тоже деревянным столбиком той же самой сосны и того же самого цвета. Я примеряла сюда бежевые столбы. Изначально хотела сделать светлыми, чтобы немного разбавить забор. Но вот в таком варианте мне понравилось больше всего. Многие меня пугают по поводу недолговечности дерева. Мол, обязательно загниет, обязательно его поведет и будет с ним что-то не так. Я хочу вас заверить, на прошлом участке у меня тоже был забор подобного вида из дерева. Только там он был коричневого цвета. Он служил верой и правдой нам 12 лет и с деревом ничего не случилось. Главное использовать современные материалы. Если дерево всегда остается деревом, то пропитки используйте специальные, которые защищают нашу древесину от влаги, которые защищают от ультрафиолетового излучения. И с такой пропиткой дерево будет служить гораздо дольше. Краску лучше не использовать для древесины. Пропитки бывают не только прозрачного цвета, но и изначально вот таким образом заколерованные, как в моем случае. И покрасив два слоя такой пропиткой, вам этого цвета хватит на ближайшие 8-10 лет. Потом, конечно, пропитку нужно будет обновить. И по опыту могу сказать, что дерево действительно ведет, особенно если оно на палящем солнце. Особенно если оно вот такого темного цвета. Несмотря на то, что использована сухая доска, с обратной стороны в нескольких местах мы дополнительно закрепили саморезами. Конечно, металл это надежно. Пластик, безусловно, долговечный. Но дерево это натуральный материал. Посмотрите, какое оно красивое. Несмотря на всю пропитку, полностью сохранило свою структуру. И на своем участке я по максимуму буду использовать этот материал. Я действительно фанат дерева. Вот, например, сейчас я уже закупаю дерево на грядке короба, которые в скором времени мы сделаем вместе с вами. Москва не сразу строилась. И с забором моим тоже все будет не сразу. Сейчас я закрыла только одну часть. А у меня участок очень большой. 20 соток. И еще три мне предстоит закрыть. Одна у меня абсолютно без укрытия. И две сейчас стороны закрыты профлистом. Его я буду постепенно менять на дерево. Строительство основного дома дело затратное. Денежно затратное, энергозатратное. Поэтому я не тороплюсь. Стройка будет идти своим чередом. У меня уже завезена часть строительного материала. А пока я займусь самым главным для меня. Чтобы не мешать основной стройке, она у меня будет на этой части участка. Тут еще заедет много строительной техники. И вот эта грязь, как я предполагаю, только с самого начала. А я тем временем займусь вот этим самым уголком. Я буду наводить тут красоту, создавать огород. И построю в ближайшее время курятник. Но курятник у меня не простой, а самый нетипичный. Я решила, раз уж строить здание, то я в нем временно поживу. Пока идет основная стройка. Поэтому курятник на летнее время станет гостевым домиком. А когда я закончу строительство и отделку основного дома, этот домик так и станет курятником. Здесь будут жить мои прекрасные птицы. Кстати, куры на моем участке есть и сейчас. Они живут вон в том голубом домике. Сразу из курятника будет небольшая терраска и выход в мой огород. Вот на этой площади. Здесь примерно одна сотка земли. Я планирую сделать высокие грядки, поставить капельный полив. В следующем сезоне уже поставить теплицу и будет тут все прекрасно и урожайно. А все этапы стройки пройдут на ваших глазах. Мне кажется, это самое интересное в любой стройке. Друзья, пойдемте покажу, что у меня тут уже посажено. Участок я купила абсолютно пустой и на нем ничего не росло. Но я, большой фанат и любитель растений, из прошлого участка забрала все свои коллекционные растюхи. Чтобы не терять время, все взрослые растения я красиво расставила и потом посадила. Весной мы увидим, какой тут уголок у меня получился. Скоро придется снимать укрытия. Они защищали мои хвойные от солнца, так как маленькая корневая система из-за пересадки. И надеюсь, совсем скоро расцветут мои тюльпаны. Я большой фанат луковичных растений. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, пролески. Это все цветет на моем участке ежегодно. Более тысячи луковиц тюльпанов расцветает каждую весну. И вот на этой площади много коллекционных сортов, новых сортов и самых моих любимых. Я вам обязательно все продемонстрирую в следующих программах. А пока, друзья, давайте отправимся на мой второй участок, где стоит моя теплица. Друзья, добро пожаловать в мою теплицу. В прошлом сезоне я в этой теплице тестировала сорта и гибриды томатов. В этом году хочу сделать ее многофункциональной. Посажу тут и арбузы, и томаты, и перцы, и баклажаны. Вот такой получится интересный опыт в одной теплице соединить абсолютно все культуры. Про выращивание разнообразных культур в одной теплице мы с вами еще поговорим. А пока я хочу посеять зелень. Это первая культура, которая вырастает на любом участке. Я хочу быстрее свежих натуральных витамин со своей грядки. Друзья, посмотрите, какая хорошая структура почвы у меня получилась. Такая структура получается не за один сезон. Поэтому каждый год мы с вами работаем над грунтом, чтобы растения чувствовали себя прекрасно. Каждый год я засеваю сидераты, проливаю их бактериями, обязательно заделываю в почву. И поэтому мои грядки с добавлением органики и вот такие рыхлые и воздушные. И сейчас мы приступаем к посеву. Про сидерат горчицу я вам уже рассказывала. Сейчас я вам расскажу еще об одном сидерате, который рекомендую посадить в самый первый период. Мало того, вы улучшите структуру своих грядок, так получите еще шикарный урожай. И этот сидерат шпинат. Мне очень нравится шпинат муфлон. У него очень насыщенные темно-зеленые листья. Такие маслянистые, широкие. Он отлично подходит для заморозки и для потребления в свежем виде. Именно шпинатом я засеваю свою первую грядку. Но задача сидератов вытянуть все полезные вещества, которые забрали культурные растения, на поверхность почвы. И, конечно, любой сидерат справляется с этой задачей. Главное заделать его в почву. И как же тут нам быть? Все очень просто. Шпинат я не собираю целиком. Я беру для потребления в пищу только свежие верхние молодые листики. А все, что остается, корневая система, нижние листья, их я потом просто заделываю в почву. Поэтому шпинат в качестве сидерата решает сразу две задачи. И много урожая, и хорошая альтернатива белой горчице. Самая первая культура у меня шпинат. Я уже об этом говорила. Дело в том, что шпинат очень холодостойкая культура. И за май, пока нарастает у меня зеленая масса, я успеваю наморозить целые морозилки этой культуры. Любые зеленые культуры вы можете приобрести на сайте нетипичныйфермер.рф. Я очень рекомендую вам шикарные укропы. Укроп раннее чудо. Укроп отличный. Конечно же, петрушка, итальянский гигант. Также шпинат муфлон. Рекомендую каждому дачнику. Не забываем про руколу. И очень интересная культура. Мизуна. Это красная капуста, которую я потребляю как зелень. Тоже добавляю в салат. На сайте нетипичныйфермер.рф вы можете приобрести все к дачному сезону. Семена, средства защиты, удобрения. Все, что может понадобиться на ваших грядочках. Огород это легко и просто. Все сложности мы взяли на себя. Лично я взяла на себя сложность подбора для вас самых интересных сортов и гибридов. А сейчас приступим к посеву. Казалось бы, какие сложности могут быть в выращивании самых обычных культур? Укроп, петрушка. Но сложности бывают особенно у начинающих дачников. Я рекомендую вам выбирать именно качественные сорта и гибриды. Это залог ваших хороших урожаев. Ну а в посеве нет ничего сложного. Мы в бороздке вот таким вот образом рассыпаем семена. И просто засыпаем наши бороздки землей. Если петрушку, укроп и руколу мы просто рассевали по грядке, у шпината семена крупные. Поэтому мы их раскладываем на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Ну что, друзья, посев произведен. И теперь наша с вами задача подкормить зелень. Многие скажут, что кормить зелень нельзя, потому что она берет в себя все нитраты и всю химию, которую мы можем добавлять. Мы не будем добавлять химии, мы сейчас с вами обработаем бактериями, биофунгицидами и бактериями, которые содержат небольшое количество питательных элементов. Такие препараты это бактерии от компании Steam Garden, биостимулятор и биогрунт. Если вы еще не обработали в своей теплице грядки, то обязательно воспользуйтесь биогрунтом. Им можно проливать тогда, когда уже растения посажены. 50 миллилитров на одну лейку 10 литров. А в качестве подкормки у нас будет биостимулятор. Он дополнительно питает наше растение. Пахнет он не очень приятно. Это говорит о том, что препарат натуральный. Тоже 50 миллилитров в эту же лейку. Такой препарат очень повышает стрессоустойчивость растений. Сейчас это очень актуально, когда на улице еще низкие температуры. Поэтому, когда высаживаете на постоянное место томаты, огурцы и зелень, добавьте 50 миллилитров на 10 литров воды. В этом препарате содержатся соли гуминовых кислот, органический кремний, а также биологически активные вещества. Мы проливаем нашу грядку. И, конечно, ждем наших всходов. А с вами была Анна Акинина и программа «Нетипичная дача». Увидимся в следующих выпусках. Пока!